Первый и единственный в России музыкальный, информационно-развлекательный телеканал с синхронным вещанием в ФМ-диапазоне. Телерадиоканал, страна ФМ, один на всю страну. Друзья, 10.05 в Москве, точное московское время, телерадиоканал, страна ФМ пытается разговаривать Юлия Егорова. Доброе утро, Юлия. Здравствуйте. Доброе утро, Влад. Но я как минимум звуки издаю, понимаешь, не самые дурные. Вполне приличные, кстати говоря. Ну и, друзья, мы сегодня в эфире не одни, как мы обещали, у нас сегодня потрясающие гости. Вообще, вот если сидишь в студии в закрытой, и кто-то с ноги открывает дверь, вот стопудово ПЛС пришел. Стопудово, кстати, да. Реально, это четкая примета. ПЛС сегодня у нас в гостях. Доброе утро. И Хасан сегодня тоже в студии телерадиоканала, страна ФМ. Привет, ребята. Ребята будут сегодня примерить свои новые треки. Да. Мы очень ждем этот момент. У нас же сегодня будет постепенно от ПЛС. У нас будет миллениум от Хасана. Правильно все я говорю? Да. Я хотел пояснить небольшое, чтобы понимали просто люди, не в смысле с ноги агрессивный, а в смысле уже как дома можешь себя совершенно спокойно чувствовать. Я даже понял. Потому что мы рады тебя видеть всегда и сегодняшний день не исключение. Сереж, ты же был у нас буквально в сентябре с диджеем Бабичем. Да, мы презентовали новый трек у вас тоже, если не ошибаюсь. Да, да, да. Вот. И снова первым делом к вам. Трек вышел буквально, сколько это, часов назад, в полночь, да, в полночь. Доступен на всех площадках и первым делом к вам прибежали. Ну вот смотри, трек вышел буквально в полночь. Его уже, да, вот этот кусочек в Инстаграме посмотрели десятки тысяч людей. И вот на данный момент 247 комментариев. Ты думаешь, мы с Кутузовым поленились и не прочитали все? Серьезно прочитали? Мало того, что прочитали, знаешь, какая цель была? Найти хейтеров. Да. Блин, нет их там у тебя. Мы не поняли, в чем дело. Удалился? Да. Нет, я удаляю только спам, вот, а критику всегда оставляю. Более того, стараюсь воспринимать адекватно. Слушай, ну это прям вот мед медовый, Сереж, на, вот, да, я имею в виду отзывы на твой новый трек. Просто то самое чувство, когда просто нет слов, пишет Киреева Виктория. Это лучшее, что ты делаешь, супер, огонь. Стоило ждать до полуночи, пишет Терновой. Нет, на самом деле, все, все комменты крутые очень. Это Терновой, это фан-паблик Тернового. Олег себе такое не позволяет. Ну, фан-паблик тоже, знаешь ли, имеет свой вес. Поэтому, друзья, вот сейчас просто трепещите. Через несколько минут мы будем слушать эту новую работу от PLC. Там прям... Я трепещу. Ты трепещу. На самом деле, нам приятно, что с эксклюзивчиком с разной стороной FM так и нужно делать. Хасан, а что с Миллениум? Миллениум тоже в полночь сегодня вот ворвался на цифровой площадке? Нет, он чуть пораньше вышел, вот, но он уже везде тоже есть. Как-то скромненько так вот. Вот скромненько. Не с ноги дверь. Ну, ничего, все еще. У тебя все впереди, слушай. Знаешь, что важно? Мы всегда нашим гостям, вы же приходите к нам с утра пораньше. Во-первых, выражаем вначале респект за то, что вы проснулись. За то, что ваши будильники не подкачали. Ваши навигаторы не увели вас в другую сторону. И я знаю, что для тебя сегодня было какое-то достижение в 6.30 утра. Да, да, у меня такого давно не было. Но я еще, правда, по пути поспал сейчас. Так что нормально. Ну, ты приходи к нам почаще. Твою жизнь кардинально изменится, да, очень сильно. Да. Это ты привыкаешь поздно вставать. Давайте, смотрите, хорошее начало дня. Послушайте свой гороскоп. Ты у нас рыбка, Сережа. Все верно. Да, 9 марта 87-го года. Я 14 марта. Да, я сегодня пыталась найти что-то общее между нами. Вот, а сравнивала твой аккаунт в Инстаграме, свой. Ну, что-то как-то... Вы знаете, это хорошо, что вы такие разные. Мы смотрели одни и те же мультики в детстве, значит. Кстати, твой любимый мультфильм. Гуфи и его команда. Ну, вот. Я тоже люблю его. Хасан. Наверное, Крутые Бобры. Был такое. Че? Ну, он поможет. Не буду спрашивать, какого года рождения. А, ну и неважно. Ну, что ж... А спорим, если я сейчас назову свой любимый мультик из детства? Вы все убежите из студии. Ой, прости меня, мой золотой. Я же тебя не спросила. Я по этой причине не буду его делать. Южик в тумане. Ну, нет, это поздний уже, не с позднего. Давайте сделаем небольшую паузу, друзья. Три-четыре минуточки, и мы продолжим. Доброе утро. Как же приятно, и как же это радует, когда артисты, самые крутые артисты нашей страны, свои новые треки, как горячие и свежеиспеченные пирожки, первым делом несут куда? В эфир телерадиоканал «Страна ФМ». Так поступил и наш PLC. Я же говорю, наш PLC. Окей. Да, и сегодня у нас премьера трека постепенно, буквально через несколько минут, поэтому вот сейчас прям задержите дыхание. Ну и Хасан сегодня тоже с нами будет премьерить свой тоже новый трек. Миллениум. Вот, слушай. На всех площадках. Вот так, вот так лучше. Проснулся. Да. Настояние появилось. Сейчас зашел как надо, мне кажется. Да, да, да. Вот как надо. Ты быстро обучаешься, я смотрю, да. Схватываю. Слушайте, вы мне сказали, вы по поводу гороскопа закончили или не успели еще? Мы начинали. А, может быть, тогда мы перейдем к этой теме? Ты же очень стремилась по гороскопу. Ну хорошо. А, мы на мультики перескочили. На мультики, да, перескочили. На мультики, да, в гуф ушли. Напомню, что PLC Рыба родился 9 марта. Да, 87-го года. Мы, кстати, выяснили, сколько лет Хасану. Это доступная информация. Ничего, если я сейчас на всю страну располтаю. Да сам тогда скажешь. Эксклюзив сейчас будет. Итак. 27. 27 лет и по знаку зодиака Хасан близнеца. Ну вот смотри, вот прям буквально караченечко, что самое интересное сегодня, Сережа, о тебе. С каждым часом дела идут все лучше и лучше. Вот с каждым часом. После обеда деловые личные встречи проходят лучше, не бывает. И самое вот топчик, что меня заинтересовало сегодня в тебе, возможно, значительное, я бы сказала, даже огромное денежное поступление. Они будут, как правило, самыми неожиданными. Выгодные сделки, да, вы заключите именно сегодня. И Сергей советует вам, астрологи, полагаться на интуицию. Отсюда вопрос, как часто ты заключаешь выгодные сделки, когда ты последний раз заработал много денег. И самые тяжелые котлеты в твоей жизни. Да. Которые ты держал в руках. А мне кажется, очень выгодная сделка была прийти сегодня к вам и поднять себе настроение как минимум. Заметь, мы за это денег не попросили. Да. То есть я, можно сказать, там еще и обогатился, наверное, в какой-то степени. Какой следующий вопрос? Следующий вопрос про интуицию. И все такие, блин, а какой следующий вопрос? Да, да, да. Про интуицию. Там же тебе говорят, полагайся на интуицию. О, да, я учусь слушать свою интуицию в последнее время. Вот. И все чаще убеждаюсь, что она не подводит. Ну, а бывает такое, что надо, я не знаю, куда-нибудь ехать, лететь, и ты понимаешь, что что-то как-то не очень и не летишь. Да, у меня была такая ситуация. Вот конкретно с полетом один раз в жизни должен был лететь из Краснодара в Москву. Я приехал, я стоял на стойке регистрации. У меня друг провожал, типа, я такой, ааа, не, не хочу. Все, я остался. Пропал билет? Да, да. Да, ну, как бы ты почувствовал себя лучше. Ну, да. Круто. Как прям камень с души. Ты, короче говоря, понял все, неожиданно баблишко жди. Да, жду. Будет все. Слушай, я тоже хочу так сделать, пока все. Кутузов ушел из студии. Близнецы, Хасан. Да, это я. Он же, Дмитрий, у тебя сегодня непростой день, нужно быть осторожным во всем. Вот давай сразу прям вопросы, да, буду накидывать. Ты осторожный человек или рискованный? Близнецы, да, две противоположности. Ты мне сейчас из книг вот эти цитаты не рассказывай про себя. Это реально про жизнь. Не, не, Юля, вообще известный факт. Близнецы один из самых таких сложных знаков. Потому что он один, но как бы их и двое. Ну, подожди. Я сам с собой с тобой. То есть вы утром проснулись с брюнеткой, да, а заснули с блондинкой. Не, он утром просыпается брюнеткой, а засыпает блондинкой. В рискованных ситуациях. Мне нравится, что Хасан практически всем согласен. Все нормально. Нет. Нет. Я не такой, я еще стопну. Юльчик, у нас пришло время премьеры прямо сейчас. Хасан с твоим гороскопом пока все. Там уже было хорошо, мне кажется, все реально. Уже все было хорошо. Да, и сейчас у нас грандиозный момент. PLC будет презентовать эксклюзив, свой новый трек, который называется «Сам произнеси». Постепенно. Постепенно мы будем слушать. Видео будет у нас же потом, да, наверное, чуть позже. А мы еще клип снимем на него, но это будет уже в следующем месяце. Принесем тоже. Давайте же мы уже ждем же. Давайте примерить прямо сейчас трек PLC и песни постепенно, а после обсудим и поговорим, как все это придумалось издавать. Все, поехали. PLC и песня «Постепенно». Премьера состоялась эксклюзивная в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». Мы тебя поздравляем. Спасибо вам большое. Мы поздравляем наших слушателей, наших телезрителей и сами себя за то, что мы это только что услышали. Это очень крутая работа. Спасибо. Я хочу тебе сказать, ну, наверное, вот с женской точки зрения, с девочковой, что текст просто бомба, потому что там есть все, что нужно для девочки, для любой ситуации. Неразделенная любовь. Одна вдруг оказалась в Лондоне, идешь по мосту, да, не знаешь куда. У тебя, например… Салфетки. Салфетки закончили. Ну, то есть вот все, включаешь постепенно, да, и оно как бы заходит. Там же очень много всего вообще накручено в тексте. Ну да, так вышло. Отсюда такое ощущение. Давай вот филологический разбор сейчас сделаем. У меня такая история, когда я пишу, я вообще никогда практически не планирую, что я напишу. То есть оно как-то сверху… Постепенно. Да, постепенно насыпается сверху, вот, и как-то вписывается в текст. И вот, допустим, здесь есть отсылка, такая, как сказать, цитата, да, группы Корни, «Лондонский дождь до боли до крика», оно у них, типа, поздравляет, а здесь «Лондонский дождь молчит». А, Грета. Да, именно по этой причине ты им спасибо большое. Ты написал в Инстаграме «Спасибо по корням», и там же еще Муслим Магомаев, да. Муслим Магомаев, обожаю вот эти, знаете, огромные такие оркестровые, мощные песни, да, например, «Ленточка моя финишная». И вот, когда мы доделывали этот трек, и мы делаем последний вот этот припев мощный, там мы записывали струнный квартет, духовую секцию, все-все-все. Вот, и когда это записывали, у меня просто в голову сразу прилетела фраза «Мы прощаемся со сказками». Я подумал, а-а-а, туда же ее впихнул. Вот, такие отсылки к каким-то другим музыкантам. Ну, очень нежная песня, и мне кажется, действительно, она заслуживает того, чтобы стать хитом «Девичьих сердец», на самом деле. Посмотрим, время покажет. Мне кажется, в клипе там должна быть девочка за рулем и рыдать просто. Нет-нет-нет, там девочка будет совсем другая. Или бежать где-то по Лондону, например, да? Нет, вообще не буду бежать. А вот смотри, тебе пишет… Пытаемся угадать, не получается пока. Вармичка пишет тебе в Инстаграм, что я желаю тебе добраться до Лондона. Есть, кстати, она пишет в этом треке «Тумайная тайна» и желание укутаться в обнимашке. И не могу не написать про обложку, неожиданно интересно. Тут, кстати, вот там… Да, обложка. У меня вообще, в принципе, такой подход к творчеству, в том числе и к обложкам. Работать с людьми, которые тебя самого вдохновляют, тебе нравится, что они делают. Вот художник, дизайнер, который делал обложку, «Девять Треф» его зовут, мы с ним работаем уже не первый раз. И я уже просто ему отдаю трек и говорю, вот как видишь, так и сделай. Он вот так увидел, я сразу согласился. Давай поясним для тех, кто нас не смотрит, а слушает, что на обложке женское лицо, глаз не видно, есть чувственные губы. Да, вот мы видим. Ну да, относительно. Все это еще перерезано пополам. Слушай, ну то есть для тебя вот эти вот… Солнечное море… Для тебя все вот эти вещи, которые находятся рядом, да, вокруг трека. Обложка, да, оформление – это очень важные штуки. Да, абсолютно. Потому что есть артист, который говорит, ну что, трек у меня крутой, забью на все. Он сам себя продвинет, и потом через полгода ночи, да что-то не пошел. Здесь не про продвижение, здесь, скорее всего, про визуальное дополнение трека. То есть не всегда выпускаешь клип, да, и визуализировать есть возможность обложки. Поэтому, допустим, обложку к предыдущему треку как угодно, я сам ее делал, в смысле руками, краской. До этого тоже, ну, мы заморачиваемся на эту тему. Мне интересно, Хасан, а ты вот когда новый тоже трек, да, выпускаешь, ты слушаешь его до дыры в машине, вот пока ездишь, и вот пытаешься прикинуть, как его чувствуют люди? Я слушаю демо-версии, и там какие-то версии, которые дофинальные, да, появляются, чтобы понять, что нужно доработать. Где-то приходит понимание, что вот тут нужно фразу чуть-чуть там по-другому исполнить, где-то заменить какое-то слово, вот в этом смысле, да. Вот. Ну, когда выходит, тоже, конечно, слушаю. А когда наступает вот у тебя тот момент, когда ты говоришь, ай, кайф, я молодец, вот нравится все уже, ничего не убавить, не прибавить? Это в процессе написания, в процессе создания вот самой первой демки, все остальное, это уже доработки какие-то постепенные, вот. А до этого, вот если кайф приносит сам момент создания, тогда, да, тогда... Мы любим с Кутузовым спрашивать у наших артистов, как проходит момент создания треков, потому что у всех это по-разному, это на самом деле очень любопытно. кто-то там в студии в коморке, да, запирается, кто-то к себе никого не подпускает, кто-то с командой. Ну, у кого-то тусы там, совершенно бешеные по сорок человек, да. Да, вот мы очень будем скоро слушать твой новый трек «Миллениум». Он был в какой атмосфере записан? В атмосфере... Я был наедине с собой, ну, мы вдвоем, да, две мои истории. А вот эта вот история продолжается, да. Пелси, сейчас вот... Только не, тихо, не добавляй ничего сюда, пожалуйста. Вот, был наедине с собой, писал очень легко, у меня вот так вот сходу за полчаса буквально написалась эта песня. За полчаса? Да, да. А вот так нормально говорить артисту за полчаса? Мы же хотим слушать или слышать, что ты как бы несколько там недель, месяцев парился, да, да, да. Нормально, потому что до этого я написал 10 песен, на которые убивал там от дня до недели, и в итоге, ну, работать мы начали вот именно с той, которую я сделал вот так сходу. Да, это же такой момент вдохновения. То есть бывает ты что-то мучаешь по строчке, а бывает так... Оно сверху падает, ок. Интересно, а можно вот в момент вдохновения, Сереж, вы вытащите из студии Хасана, да, там, поехать потусить или что-то, или бесполезно? О, да его в любой момент можно вытащить из студии. Загнать бы его в студию. А потому что я пишу везде. А, вот видишь, вот творческий человек. Давайте я сделаю самое главное, самое важное, не самое главное, самое важное. Что на этот раз? Перерывчик у нас небольшой намечается, да. Несколько минут, друзья, мы вернемся и продолжим. Доброе утро. Первый и единственный в России. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Половина одиннадцатого, точное московское время. Доброе утро, страна. Сегодня мы презентуем новые треки наших дорогих артистов PLC в студии. Хасан, трек Сережи мы уже послушали, посмотрели постепенно. Ну, вот о «Миллениум» Хасану впереди. Там, кстати, же и клип будет. Да, абсолютно. Вот, вот. Но мы его тоже попозже обсудим. А я залезла в Инстаграм, в твой только что не поленелась. И хочу тебя вот сейчас пожурить. Мало фотографий из личной жизни, нету никаких подробностей. Ты молодой, начинающий, красивый музыкант. Где вот эта обратная сторона медали? Уроки-блоги. А где все? Да-да-да, от Юлии Егоровой. Внезапно почему. Которая не ведет Инстаграм. Бесплатно. Бесплатно, пока вот, да. Пока есть возможность. Объясняйся. Объясняю. Появилась в Инстаграме такая функция, как архивировать что-то. И я ей воспользовался. Это что, психанул? Нет. Ну, это такая была перезагрузка в какой-то степени. Инстаграма, творчество. А, было в фотографии больше раньше? Было больше, да. Потому что там сейчас прям с апсием-то считанное, да. Ну, теперь как бы какая-то концепция у тебя, какая-то линия. Расскажем, что у тебя, что в голове хасало? Это неправильный вопрос. Правильный вопрос другой. Задавай правильный. Было ли тебе стыдно за какие-то фотографии, которые ты удалил? Нет, стыдно ни за что не было. Ну, и концепции сейчас какой-то определенный тоже не придерживаются. То есть просто так, просто удалилось все, да. И ладно, заново начнем. Не, есть концепт. Не, ну есть функция архивирования. Ну, давай. Еще чуть-чуть. Чего бы не было. Чего функция пропадает. А мы твой тоже, вот ты пока изучали Инстаграм, обратили внимание, что на недавнем фестивале, вот в Новороссийске ты участвовал, да, фестиваль там вокруг молодого вина, молодых артистов. Там всегда крутилось. Фестиваль молодого вина, это у наших друзей на винодельне. Да, да, да. Вот. Это была очень крутая поездка, потому что мы сейчас с сентября здесь, а мы как бы ребята южные, привыкли к теплу и солнцу. Краснодар. Да. А здесь постоянно дождь, пасмурно, ужас. И тут мы полетели домой туда, в наши родные края южные. Вот. И это было просто потрясающих два дня. Очень крутой фестиваль, много классной музыки. Да, но обратили мы внимание на то, что с тобой там была твоя мама. Да, мама в Краснодаре. И она узнала, что я в Новороссийске буду. И такая, я хочу туда поехать. Просто это место, как я уже говорил, наших друзей там часто бывают. И она много раз видела меня в Инстаграм. Вот. Когда ты меня наконец-то туда отвезешь. Потом я вызвал маме такси, и она приехала. А, там же можно, там же все у вас вообще рядышком. Слушай, мама это святое, конечно. Ну, а потом поездка на винодельню не может быть неудачной, мне кажется. Сто процентов. То есть, в принципе, по определению. А у тебя с мамой хорошее отношение. То есть, например, вот ты приезжаешь на какие-нибудь гастроли. Есть такое, что первым делом там маме позвонить, сказать, мам, прилетел? Ну, конечно, да. Заезжаю, да. Вот рыба, они все такие. Она в курсе всех вещей, которые происходят? Мама завела Инстаграм. Она теперь общается с фенами. Они там друг другу какие-то посылки отправляют. Давай, рекламируем аккаунт. Они ее поздравляют с днем рождения, присылают цветы и так далее. У мамы сейчас очень активная социальная жизнь в Инсте и так далее. И она следит за всем. Следит за всеми сторисами. Уже даже теперь записывая сторис, думаешь, так, мама увидит. Заблокировать. Панево. Ну, слушай. Это крутая история, на самом деле. Да, как раз такие отношения с мамой. Мы просто вот сегодня буквально утром с Кутузовым обсуждали, как наше дело. Вот мы также близко общаемся со своими мамой. Здорово. Цените маму, любите маму. Мне вчера мама звонит, говорит, а у тебя что там эфир? Я такой, я не знаю. Ну, только после того, как она уже увидела в Инстаграме, я узнал то, что я вот с Серегой сюда приеду. Так что она первым, она мне сообщила об этом. Мама тоже так следит за твоими. Мама, привет. А что касается треков, мама Миллениум уже слышала? Да, слышала. И клип видела? И клип видела, и трек слышала. Нравится, нравится, хвалит. Ну, еще. Видно вот, что... Слушай, как хорошо тема с мамой зашла, прям неожиданно. Мы даже не планировали вообще. Так душевненько получилось. Да, 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 да. Следующее. И мы, знаете, что хотели с вами обсудить? Киношки. Дело в том, что сегодня стали известны имена выдвинутых актеров на Оскар. И среди них Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Хасан. Знаешь, за какой фильм? Да. Как ты думаешь, какой? Подождите, подождите. Сейчас мы с Хасаном. Ну, вот этот вот, где они... Сейчас не подсказывай. Вот ты знаешь. Ты смотрела? Ну, вот этот самый. Серьез, ты понимаешь, о чем это? Ну, вот там же. Однажды там. Где-то там. Однажды там у них, да. В Голливуде. Так, в общем, там Леонардо Ди Каприо, там Брэд Питт, Роберт Паттинсон. Нашего этого Хоакина Феникса из Джокера что-то я не увидела. Вот это мне непонятно. Ты же смотрел Джокера. Мы вот сейчас обсуждали. Да, мне очень понравился фильм Джокер. И «Однажды в Голливуде» мне очень понравился. Смотрел тоже? Да, мне очень понравилось, как Тарантино интерпретировал эту ужасную историю. Мне кажется, он показал огромное... Ну, в своей форме огромное количество любви индустрии и людям вот этим фильмом. Хасан, ты бы кому дал Оскар? Лео или Брэду? Ну, они же могут там... Они в одной номинации все, да, представлены? Нет, нет, у одного главная роль, у второго второстепенная. Они получат разность. Нет, ну, твое личное. Вот твое личное. Мое личное Брэду дал. Мне понравилось, как он сыграл. Да. Я по поводу Джокера хотел тебя спросить. Просто немножечко вот зашли на него, пока песни у нас звучали. Прошлый фильм про Бэтмена, где Хит Леджер играл. Тебе ближе какую... Да, да, «Темный рецепт». Он или «Феникс». Мне кажется, они отлично дополняют друг друга. Мне кажется, они очень хорошо дополняют друг друга. И здесь это получилась такая предыстория Джокера, которого сыграл Хит Леджер. Но скажи, в «Джокере» ты из тех людей, кто понял все? Или как я? Я не знаю. То есть что это было? Фантазии его? Мне показалось в конце, что это все-таки весь фильм, это его фантазия. Просто он же сказал, ой, придумал шутку. Вот, то есть это вот реально такая вспышка, одна шутка в его голове. Вот такая, таких масштабов шутка. Да, потому что там вот это доктор-психолог в конце, если не ошибаюсь, это та же самая, которая в начале сидела. И плюс недавно я заметил, что часы во всем фильме время везде на всех часах показывает. Я вот этого не замечал, кстати. Вот надо пересмотреть обязательно. Ладно, ребята, Камон, не забывайте, что двое из вас Джокера до сих пор не смотрели. Да мы же только про часы говорили. Ну что ты? Только часы и все. Мы сейчас поговорим с Хасаном о том, что нас объединяет. Хасан, мы сейчас будем премьерить твой новый клип и трек, естественно, который называется «Миллениум». Да. Давайте уже это сделаем. Прямо вот сейчас красиво, на пафосе, по-звездному объяви свою новую работу. Хасан, «Миллениум». Е. Поехали. Телерадиоканал «Странно-ФМ». Один на всю страну. А мы сейчас хотим попросить нашего звукорежиссера Николая сделать громкие аплодисменты в эфире, потому что буквально несколько мгновений назад мы запремьерили новый и трек, и клип Хасана. Песня называется «Миллениум». Поздравляем тебя. Спасибо. Ну, мачо. Ну, мачо, мэн. Ну, молодец. Ну, просто отработал вообще на песне. Не, с чемоданом хорошо. Вот тех трех, ну, не скажу, что жалко, но... Слушай, на самом деле круто, что в клипе есть сюжет. Ты хочешь за ним наблюдать. Ты хочешь досмотреть до конца. Выяснить, что будет развязкой. Но я хочу сказать, что сыграли вы все гениально, потому что по твоим глазам сразу видно что-то в деле. Видно по этой официантке. И я не поняла, то есть такое ощущение, что там нет дублей и склеек в этом клипе. Да, там практически весь клип снят одним дублем. Было много репетиций, прежде чем начали съемки, и в итоге вот получилось. Сколько раз вы сделали вот эту вот проходку по ресторану и все это сыграли? Репетиций я даже не могу сосчитать, но дублей именно съемочных было порядка шести-семи где-то. Из которых потом выбрали вот один. Просто один. Ты лично присутствовал на выборе, на вот просмотре этих дублей? На выборе не присутствовал, была предыдущая версия с другим дублем, но в итоге финально выбрали вот эту. Угу. Вот свежих, необычных слов великого и могучего русского языка, да, потому что, ну, на самом деле, тяжелая история, мне кажется. Не, я могу сказать, как человек, хорошо разбирающийся в телевидении, в монтаже и прочих премудростях, это сложно. Это сложно, и это не просто для артистов, вот, если хочешь, можешь сейчас поблагодарить вот эту прекрасную девушку, артистку, которая исполнила роль официантки. Да, хотел сказать спасибо всей съемочной группе, всем актерам, все молодцы, у всех все получилось, спасибо. Ты посмотри, помимо уроков блогинга, да, я тебе сейчас же в эфире даю мастер-класс, как вести себя на интервью, как похвалить съемочную команду, как заявить о себе, как объявить клипы. Вот Влад научил тебя ногой открывать уже нашу студию, да, чему мы еще можем Хасара научить? Это я не учил, я говорил, что Сережа всегда так делает, когда к нам приходит. Сережу научит, Сережу научит. Скажите, а вот вы сейчас перед нами живьем вдвоем, а не было ли у вас мысли замутить совместный тарычок? Да, у нас есть полно, мы давно очень с дружим работали. Свеженький, свеженький, ну сколько вам, два месяца, три у нас есть. Да, два месяца. Да, да. Куда свежее-то, да, скажите? Да, куда свежее, уже есть. Слушайте наш совместный релиз лета 19 от нашего творческого объединения, Big Music, там есть наши треки с Хасановым, много чего еще интересного. Что на конец этой осени запланировано, ну давай, на чем с тебя упился? У меня сейчас первым делом клип, сейчас начнем его вот-вот уже снимать. Да, на постепенно, это будет такая большая серьезная видеоработа с интересным сюжетом. Ну ты же понимаешь, что если ты сейчас не скажешь хотя бы вот капелюсечку, что там будет, ну вот хотя бы вот просто приоткрываешься. Там будет дождь. Так. Все. Вау. Дождь. И работать над новой музыкой, новой песней, альбом готовить. А тусоваться, отдыхать. А книжки твои любимые читать? Книжки читаю. Сейчас какую читаешь? У меня примерно 4-5 книг в среднем параллельно, я читаю 4. Ну можешь какие-то вот сейчас нам рассказать названия? Мы тоже хотим, может быть, что-нибудь прочитать. Пока ты думаешь, мы спросим Хасана, какую книгу в последний раз ты прочитал? Это, я тебе могу поделать, это самый ужасный вопрос, который можно спросить. На самом деле, много, много лет не мог вернуться вот к этому делу чтения, да, раньше в юношестве постоянно это делал, вот потом как-то не получалось, бросал все книги, что начинал, но сейчас возрождается. А есть у тебя вот такая книга, которую ты действительно прочитал по-настоящему, ты помнишь, что ты ее прочитал, и можешь сказать, ну да, классная, вот она как-то мне запомнилась, вот осталась у меня в душе. Очень запомнилось три книги мне, это Достоевский «Преступление и наказание», это Теодор Драйзер «Трилогия желания» и третья «Граф Монте-Кристо». Это Хасан, аплодисменты, Николай, пожалуйста. Ты все нормально, я так копнул, хорошо. Это просто, ну это неожиданно, это просто неожиданный поворот, мне казалось, что мы уже столько про тебя знаем за эти 45 минут, а здесь такой список. Я вспомнил название, я подглядел, сложил название, сейчас читаю Эрих Фром «Анатомия человеческой деструктивности», дочитываю братьев Карамазовых, перечитываю их, я давно читал, лет 18. Есть такой классный чувак Мингюр Ринпоче, это буддистский монах, вот, и у него есть несколько клевых книг, тоже одну из его читаю, и остальное все не важно. Это вот его назидание молодым исполнителям, молодым рэперам, да, которым кажется, что, ну, у меня такой кругозор, я сейчас сяду, рыбчину, там, тик-тик сочню, вот, какие книги нужно читать годами, причем, человеку, чтобы потом выдавать вот такие истории. И знаешь, самое интересное, Серега, когда ты вот сейчас озвучил список вот этих книг, у меня с твоим образом никаких противоречий не возникло вообще. Здорово. Вот ты прям, вот, те книги, которые ты должен читать, ты их читаешь без пузыла. Как можно потом спрашивать про любимый цвет носочков? Вот этот вопрос у меня есть в моем, вот, блиц-запросе. У меня черный. Я не могу. Хасан. У меня есть такие синие носки с попкорном. С попкорном? Да, там попкорн нарисован. Ну, слушай, я не удивлюсь, если у тебя на пижаме тоже какие-нибудь там нарисованные. Не, пижама однотонная. Однотонная. Но пижама все-таки. Мы вас оставим. Спасибо вам огромное, ребят, за ваше откровенность. Прикольно, мы сегодня с музыки начали, но нас как закончили за ним. На пижамках даже. Ребят, спасибо огромное. Еще раз тебя пелся из премьеры. Спасибо большое. Тебя, Хасан, тоже из премьеры. Клип, когда появится, естественно, добро пожаловать, как всегда, ногой. И к нам ждем уже. Примерься дальше, наслаждайтесь жизнью. И, как обычно, приходите с самым главным эксклюзивом в эфир телерадиоканала «Страна.ФМ». Открываем дверь с чего, ребята? С новых треков. С новых треков, спасибо. Пелся, Хасан были у нас в гостях. Спасибо. Мы прощаемся с вами до завтра. Юлия Егорова. До свидания. Пока. Телерадиоканал «Страна.ФМ». Один на всю страну.